Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок и сегодня мы играем в Балатра. В Балатра наше любимое казино, которое всегда работает по правилам. Какое правило? Первое правило казино. Казино всегда в выигрыше. Но когда казино в выигрыше, то знаете, мы тоже в выигрыше, потому что мы любим играть в казино. Давайте в Балатра. У нас должна быть сегодня какая-то новая колода. По-моему, мы что-то анлокнули, нет? Волшебная колода, туманная колода, призрачная колода, кленчатая колода, зьякальная колода. По-моему, все это играли уже. А эти все заблокированы. Окей, нам надо, значит, возвышение проходить. Ну, давайте красные ставки проходить. Давай посмотрим, что нужно. Выиграете партию на любой колоде оранжевой ставка, синяя ставка, черная ставка, зеленая ставка. Выиграете партию с зеленой колодой с любой ставкой. О! Значит, давай зеленую колоду берем и любую ставку. А что мы за эту зеленую колоду не выигрывали, что ли? А-а-а! Это и эта душная колода. Душная колода. В конце каждого раунда 2 доллара за каждую оставшуюся руку, 1 доллар за каждый оставшийся сброс, без получения бонусных денег. Угу. Помню, помню. Что-то она мне не дается. Мы, по-моему, два раза на ней проигрывали. Ну, погнали! Ваши ставки, господа, глаз мой радует всегда. Так, ну смотри. Нам, по идее, нужно найти где-нибудь экономического джокера. То есть, технически, вроде бы кажется, что хорошо. Ну, ты просто сбросов и не делай много, и рук много не играй, и у тебя все будет хорошо. Но на самом деле, потом влетать начинаем по экономике. С другой стороны, сама концепция колоды мне очень нравится. Знаешь, почему? Потому что здесь... Так, давай... Давай черви играть. Потому что... Да, мне очень нравится концепция этой колоды. Потому что не нужно экономить деньги. Типа, тратишься под ноль. Ага, я, значит, не добил, да? Пара восьмерок, наверное, набьет, да? Нет? Пара восьмерок. Да, добили. Окей, сколько мы денег за такое счастье получим? Девять. Ну, нормально. Марс повышает уровень комбинации каре. О, это этот рандомный джокер, да? Ну, деньги нет смысла экономить. Ууу, мега набор шута. Ваучер плюс один слот для карт, продаваемых в лавке. Блин, ваучер очень хороший. Блин, ваучер прям супер перспективный. Когда ты успел сыграть клетчатую колоду? В субботу, наверное? Слушай, я думаю, надо брать мега набор шутов. Два джокера вначале это прям очень хорошо. Штаны. О. О. Мы штаны ни разу не играли. Получает плюс два множителя, если в сыгранной руке есть две пары. Вот можно попробовать сделать билд на штаны. Визитка. Сыгранные карты с лицом имеют шанс один к двум дать два доллара при подсчете. Вообще хорошо. А вот и экономика. Красная карточка. Получает плюс три множитель за каждый пропущенный бустерный набор. Так, ну вот это мы уже пробовали играть, это руинища. Ммм, это новый джокер. Плюс 13 множитель за каждую даму, удерживаемую в руке. Удерживаемую. Несыгранную даму. Так, ну это билд на старшую карту, да? Слушай, ну вот прям я сразу смотрю и вижу штаны и вижу визитку. Да? Давай попробуем вот так. Вот так и вот так. Запасные брюки. Запасные. На всякий случай, мало ли чего. Попробуем две пары тогда играть. Я вот этот ваучер очень тоже хочу. Нам нужны лица и две пары. Ну, вроде все логично. Ну, вот этого джокера, наверное, можно не покупать, да? А с другой стороны, смысл нам деньги экономить? Куда их оставлять? Вроде некуда. Да? Бессмысленно. Да, надо сливать деньги в ноль. Ну, хотя... Хочу накопить на ваучер. Не-не-не, не будем сливать в ноль. Давай... Давай на ваучер копить. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вы правы. Окей, нам нужны две пары лиц. О, короли и дамы. Слушай, ну, тут прямо идеально. Давай. Две дамы, два короля. Я думаю, это знак. Я думаю, это знак. И нужно играть через штаны. 240. А чё так мало? А чё так мало? Ну, денег много заработали зато. Ну, чё-то мало. Так мы далеко не уедем на двух парах. Да? Два, четыре, пять. Восемь, девять, десять валет. Идеально, но мало. Ну, давай продолжать пробовать. Давай два вальта попробуем, две десятки сыграть. Всегда стараемся играть две пары для прокачки штанов. Штаны пока слабые, но они потом усилятся. Слушай. А нет ли смысла нам покрутить колоду, поискать, например, короля? А нет ли мне смысла сыграть голого короля? Вот просто вот так вот. Типа мы потеряем два доллара за оставшуюся руку, но есть шанс выиграть. А, ну да, есть шанс. Не, не выгодно, да? Я вот думаю, не выгодно ли лица играть. Я три карты могу скинуть, но это будет стоить мне три бакса. О, один доллар будет стоить скинуть, например, три карты. Фуллхаус содержит две пары. А, кстати, да, мы можем играть в фуллхаус. Главное, чтобы брюки содержали две пары. Вы правы. Вы правы. Ну, давай тогда в фуллхаус сыграем. Ну, десятка это не лицо, к сожалению. Семьсот двадцать. Окей, мы можем фуллхаус играть. Нам не обязательно две пары играть. Работает. Плюс четыре стали. Работает. Так. Опять рандомный джокер. Опять джокер на дамы. Че-то они вернулись. Ну, давай точно брать ваучер. Как бы без вариантов. Ваучер это очень хорошо. О! Передали я. Все карты считаются картами с лицом. А вот и наша экономика. Так. Да, это точно берем. Даже думать не надо. Все. Теперь у нас все карты с лицом. Сейчас будем делать деньги. На мегапар планет... На мегапак планет нам не хватит. Хотим ли мы игральные карты добавлять? Давай одну добавим. Может тут какая-то классная штука будет? Фольгированная каменная карта. Ты такое видел когда-нибудь? Я нет. Ну, наверное, надо взять фольгированную каменную карту. С двумя парами сочетается. Это сто фишек в карточке. Нормально. Нормально. Так. Сыгранные в этом антикарты ослаблены. У-у-у. Окей. Понял. Ослаблены уже сыгранные карты. Так. Ну, у нас все карты считаются картами с лицами. Как бы... Как бы да. Нам все равно. Две пары выгодно будет играть. Не знаю, будет ли работать визитка на ослабленные карты. Может будет, может нет. Но у нас все карты считаются картами с лицом. Поэтому, как бы... Наверное, вот так. Играем в фулл хаус. Даже с ослабленными картами. Фулл хаус, я думаю, будет нормальный. Давай посмотрим. Или будет плохо. Или мы еще... Ну, 600 мы должны набрать. Ага. Не работает. Ну, 600 ровно. Перфекто. Ну, денег не заработали. Не повезло, но... Ну, что ж. Суперпозиция. Создает карту Таро, если в сыгранной руке есть Туз и Стрит. Ну, это уже не наши. Плюс 100 фишек, если в сыгранной руке есть Сет. Ммм... Кстати, наш Джокер, теоретически, под фулл хаус. Ну, но не под две пары. Только под фулл хаус. Стоит ли на него деньги тратить, я не уверен. Нужен ли нам ваучер, торговец планетами? Да, в фулл хаусе есть Сет. Но мы не всегда будем играть его. Давай рандомного Джокера посмотрим. Черви. Трефы. Кто тебе больше нравится? Черви или Трефы? Ну, по идее, Трефы лучше, потому что в Червях... Не знаю. У нас всех одинаково, да? Давай, давай, Черви. Какой будут Черви? Сыгранные карты с мастью Черви дают плюс 4 множитель при подсчете. Ну, у нас 9 долларов остается. Будем ли мы игральные карты добавлять? Ну, давай еще одну добавим. Давай посмотрим, что тут есть. Стеклянная фольгированная троечка. Тройка Треф. Стеклянная. Тройка Треф. Два множителя имеют шанс 1 к 4, что будет уничтожено. Ну, это... Бонусную десятку, да? Да и все. И стеклянная тоже нормально, да? Бонус... Ну, окей, давайте бонусную десятку. Хорошо, давайте. Так. Малый блайнд на 800. Пропустить, получить набор мега аркан. Не, ну мы пропускать вообще ничего не хотим, только если не какая-то супер эмба. Босс на одну руку. О, слушай, а игла нас с ней не победит? Надеюсь, что нет. Так. Мы хотим играть две пары, если видим. Например, вот так вот. Потому что у нас все карты, это карты с лицами. Не хочу тратить сбросы. Давай, видим две пары, играем две пары. Да, вроде нормально. Хотя, теоретически... Для визитки можно было бы что-то изобретать и разыгрывать много всего, я не знаю. Можно было бы помутить с этой визиткой? Так. Планеты. Ну, планеты, наверное, открываем, да? Деньги пока копить нет смысла. Флэш, каре, две пары. О, уран. Иди-ка сюда. Нам уранус нужен. Осталось карту на повтор лиц. Да, было бы хорошо, да? Джохер на треф и вернулся. Можно, в принципе, его взять. За пять рублей-то. Давай еще карту. О, смотри, какая дама хорошая. Дама на плюс 30 фишек. Давай улучшенную даму возьмем. Все так. Че к ней взять? Нужно ли нам уничтожение карт? Чат, что вы думаете насчет уничтожения карт, когда вот колода такая непонятная? Когда мы играем в флэш, например, то понятно, что нужно уничтожать там все масти, кроме той, который тебе нужен. А когда нет, тогда что? Рановато? Ну вот тоже, я пока не понимаю, что удалять надо. Уничтожать мелочь всегда хорошо. Двойки можно ломать. Ну, давайте. Удаляй давай билд на черве. Давай поудаляем какие-нибудь двойки. Хорошо. Необычный Джокер в лавку, но мы его не выкупим потом. Давай, нам выгоднее в бои ходить намного. Штаны надо качать. Так, штаны. Штаны, штаны, штаны. Ну, мы дешево и сердито сбрасываем все мелкое, если нет других вариантов. Хотя десяток у нас больше, чем других карт, да? Теоретически десятки надо оставлять. Потому что больше шансов вытащить десятку. Да, теоретически десятку нужно оставлять. Тогда что? И даму. Удалить четверку-пятерку? Больше десятки дают только тузы. Ну, вот. Удалить сейчас пятерку-четверку? Ну, давай удалим. Не, ну. Ну, давай удалим пятерку-четверку. Я не знаю. Давай, пускай удаляются. Так, тогда я хочу вот так вот сбросить, например. Нужны две пары. Две. Самый большой шанс это десятка и... Десятка и дама. Но их у нас нет. Что-то я не то делаю. О, хорошо. Дамы десятки сработало. Фух. Окей, дамы десятки. Ну и там девятку просто до кучи. Штаны улучшаются. Похотливый джокер работает. Денежка капает. Две тысячи триста. Выбиваем. Нормально. Нормально. О! Головорез. Фольгированный. Дает стоимость продажи... Добавляет стоимость продажи всех джокеров. Слева от себя к множителю. Шоумен. Джокеры, карты планет второй, спектральные карты могут проявляться многократно. Мороженое просто на фишки, да? Слушай, а еще что насчет шоумена? Нет, ну головорез классный. Пятьдесят фишек. Множитель какой-то нам даст. Что вы думаете насчет шоумена? А вдруг соберем имбу какую-нибудь? Типа, конечно, слот занимать не хочется. Давай сначала глянь в набор шута. Я хочу сначала шоумена. Может быть, попадется пара каких-нибудь джокеров хороших. Давай пробовать шоумена. Надо его затестить. А теперь откроем и посмотрим. Сейчас тут два имба джокера. Попкорн и яйцо. Но нет, для экономики у нас уже визитка есть. Спередали попкорн. Ну, можно было бы взять. Подожди, яйцо и головорез? Это будет плюс три множитель. Вот оно что. Ну, давай пробовать. Хорошо. Тогда что? Сносим шоумена, что ли? Плюс три множитель в конце раунда слабовато? Ну, это все равно прокачка. Минус штаны. Штаны уже плюс десять. Жалко штаны. Мы можем и яйцо, и штаны растить. Черви лишние. Мне тоже кажется, что черви лишние. Две пары с червями не сочетаются. Да? Да, давай черви убирать. Так, яйцо взяли. И теперь нам нужен шоумен. Ой, нужен головорез? Ну, тогда надо сливать шоумена. Ну, видимо, да. А хотелось бы десять яиц. Ну, давай попробуем. Окей. Давай попробуем. Есть место? Нет. Слить лица? Ну, у нас комбо на деньги. Слить лицами. Блин, шоумен такой интересный. Так хочется его попробовать. Нет, не буду сливать лица. Не буду. Все-таки продаем шоумена. Ну, уже слишком хорошая комбо выходит здесь. Давай так. Ну, и планеты открываем. Деньги экономить нет смысла. Старшая карта. Стрит. Сет. Ну, стрит точно бесполезен. Давай сет. Десять яиц могла бы быть такая экономика. Ну, яйца же нужно... Яйца нужно продавать, чтобы они экономику давали. А мы их продавать не собираемся. Мы головореза качать собираемся, да? Окей, мы можем сыграть только одну руку. Осторожно. Одна рука. Десятки четверки. А я же четверку удалил, да? Да, четверок мало. Нужна фулл хаус, мне кажется. Хотя две пары прокаченные. Да, две пары не хуже, чем фулл хаус. Нам нужен ваншот. Ну, мы 800 набиваем. У нас множители хорошие. Че, и головорез добавился. Я думаю, мы спокойно ваншотаем двумя парами. Вообще без проблем. Я не посчитал, но должны. Да, да, да. Все хорошо. 2800. Красота. Абах. Вампир. Вальгированный вампир, да? Чего ж ты? Где ж? Получает x02 множитель. За каждую сыгранную улучшенную карту снимают улучшения с карты. Эх, ну нам нечем кормить его, да? Че он у нас? Вот этот может съесть. Вот пару карточек и все. А, вампир это перспектива нас. Типа, типа, его взять и попробовать найти ему еды? Плюс 4 множитель за каждую недостающую карту в стартовой колоде. Ила. Планеты, игральные карты. Не нужен вампир? Потом лица в золото, и мы выиграли. А слушай, а у нас уже есть лица, да? Нам нужен джокер, делающий карты с лицами золотыми. Да. И у нас все лица. И у нас будет визитка. И... О, это перспектива такая. Ой, какая перспектива. Слушай, ну очень перспективно, да? Ах, тогда как? Тогда либо штаны убирать, либо комбу головорез с яйцом. Ну, головорез с яйцом лучше, чем... Лучше, чем штаны, да? Вот эту мы не отдаем, это наша экономика. Головорез лучше, чем штаны. Он... Хотя нет, подожди. Станы будут качаться сами. А... Головорез два слота занимает. Ну, с яйцом. Черт, такие сложные выборы я не могу решить. А-а-а-а... Штаны ограничивают только две пары. Но две пары очень легкая комбо. Две пары прям легко играть. И не надо тратить на сбросы. Ты уже играл вампира? Чемидас появится. Да-а-а... Продай головореза. Нужно два слота под комбу. Вампир слишком рискован. Окей. Я думаю так. Сейчас продаем яйцо. Не будем его играть. Ну, мы на нем вышли в ноль. Берем вампира. Он пока ничего не делает. Просто для красоты стоит. Головореза оставим. Ну, он дает 11 множителя, да? И будем искать золотого джокера. То есть, как мы сейчас делаем. А, ну, играбельные наборы ищем для вампира. Ну, берем все подряд с апгрейдами, чтобы вампира кормить. Туза давай. И... Деньги надо оставлять. И обязательно играть. Обязательно играть все блайнды. Заходить в каждый магазин. Окей. Два туза. Штаны все еще будем качать. Так. Штаны качаем. Так. Взброс. Поищу. Попробую наши карточки. Улучшенные для вампира. Вытащить. Даже хотя мы, получается, денежку жертвуем. Не вытащили. Не вытащили. Может попробовать еще. Не вытащили. Да что ж такое. Ладно, две пары все равно должны быть сильные. Как минимум вампир 50 фишек все равно дает. Поэтому нормально. Ну, 5000 есть. Карей 5 одного вида не играет. По-моему, играет. Продяга. Создает карту Таро. Когда, если сыграна рука, когда у вас 3 доллара или меньше. Ух. Слушай, ну, мы можем, кстати... Мы, кстати, с этим можем попробовать. Ой-ой-ой. ВЫСТРЕЛЫ 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 Доброго денёчка! Смотрю постоянно тебя в записи, с женой под сон сама и то, продолжай в том же духе. Спасибо за творчество. А это на корм котика. О, Жефол! Спасибо огромное за донатище, за две тысячи рублей. Спасибо за огромный-огромный донат, за гигантскую поддержку. Я очень ценю от всего сердца. Тят, будьте добры, распамьте ваших любимых смайликов для Жефола, который с женой перед сном смотрит наш стрим, и очень приятно. Это очень классно. Жене привет! Привет, привет, жена! Жефола! Спасибо огромное за поддержку. Котики будут очень благодарны. Вот мне. Спят. Спят. Спасибо огромное за поддержку. Чат, спасибо вам за смайлики. Зефол. Надеюсь, я правильно читаю ник. Это победа для тебя. Сейчас мы соберем самую имбовую имбу для тебя. Окей? Ты готов? Для вас. Для вас с женой. Может, вдвоем смотрите. Давай, открываем все паки. Бабах! Бабах. Так. Так, 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 так. И сейчас будем искать Мидаса, будем делать вампира. Сейчас соберем билд на 500 миллионов. Больше. На миллиард. Сейчас миллиард будем собирать. Окей? О, колесо фортуны. Не-а. Окей. Бубны. Стеклянная карта. Случайные карты планет. Окей, нам нужна стеклянная карта. Ну, давай на короля кинем стеклянную карту. Мы хотим карты Таро. Теперь вопрос. Как сделать бродягу рабочим? Нам очень будет выгодно флеш для вампира играть. Мы используем все карты. У нас все карты будут золотые. Либо флеш, либо фулл хаус будет видно. Выгодно. Ну, чтобы 5 карт было, да? Слушай, бродягу нужно брать вместо визитки. Потому что визитка будет ломать, да? То есть у нас либо визитка, либо бродяга. Визитка не руинит бродягу? Вот я же тоже думаю, что руинит. Я тоже думаю, что руинит. Эх, слушай, мне кажется, не наш. Мне кажется, не наш. Бродяга под вампира лучше. Ну, деньги, заработанные визиткой, мы же можем превратить в карты Таро тоже. Уничтожение карт. Так, ну давай. Уничтожение карт покупаем. И все. Дает 15 долларов после победы над босс-блайндом. Не, мы хотим играть. О, сейчас будем качать, качать вампира на качелях. Так, давай тузов королей искать. Две пары играть. О, тузы королей, отлично. Отличненько. Файнер блат. Ай, да что ж я все время забываю. О, денежка пришла. Выплаты от визитки. Бабах, 7 тысяч. Отлично. Очень хорошо, очень классно. Вампир при идеальном раскладе разве не даст 1х, а головорез с яйцом 3 или у них разные множители. Смотри. Множитель у головореза, множитель плюс 11. То есть, как работает механика множителей. Ты получаешь фишки. Фишки ты умножаешь, например. Ну, допустим, что у нас только головорез. Умножаешь на 11. Например, 100 фишек умножаешь на 11. Получается 1100. А потом, после того, как ты получил вот эту 1100, ты эту 1100, уже умноженную на плюсовой множитель, умножаешь на процентный множитель вампира и любых других карт X. И получается добавляешь 40%. 40% от 1100 будет что-то 400 с копейками. И все вот эти вот множители X-овые, они перемножаются друг с другом. То есть, если один раз умножить, добавить 40%, два раза, три раза и вот, в общем, получается очень круто. Получается очень-очень в итоге большая цифра, потому что все эти X-овые множители между собой перемножаются. И оно растет в небеса. Миллионы уходят. Очень классно. Так, карты планет. Ну давай планеты открывать, все равно нужна прокачка по планетам. Две пары, каре, сет. Не знаю, штаны, мне кажется, уже раскачались на плюс 16. Глупо их игнорировать. Поэтому давай две пары. Две пары и фулл хаус нам нужен. Ну ребята еще говорят флэш. Ну в идеале, наверное, фулл хаус лучше двух пар в теории. Да, и вампира лучше в конец. Да, да, да. Вампир должен в самом конце ставить поправо. Так, ну и что, ищем нашего... Хе, бродяга очень хочет в команду. Девятое облако добавляет 1 доллар за каждую девятку в колоде. Не, не надо. Кремень, босс. Стартовые бонусы от фишек и множителей делятся на 2. Ну это только стартовые. О, сразу десятки вальты, смотри. Что у нас еще по прокачанным карточкам? Есть дама и вот эта вот карта. Ну давай попробуем поискать для прокачки вампира, да? Или ладно, давай в фулл хаус играть. В фулл хаус хорошо. В фулл хаус всегда классно. Открыт ли у нас Мидас? По-моему, да. Ай, забыл про удаление снова. Да что ж это такое. О, 8000. Молодец, вампир, красавчик. Уже 60% добавляет ко всем нашим фишкам и множителям. Поднятый кулак. Либо перестроиться, но опять же, брюки очень уж сильно смотрятся. Уже плюс 18. Давай пропускать. Ваучер точно нужен, да? Ну как бы, ваучер это деньги. И карты Таро. Давай, надеюсь, я смогу наши еще применить. Дурак. Луна. Каменная карта. А вампир может кушать каменные карты, да? Вроде может. Так. Ну, давай начнем с повешенного. Удалим семерку, четверку. Так. Окей, вампир может кушать каменные карты. Значит, будем делать каменную. Сейчас посмотрим, что здесь. Сила. Увеличить достоинства. Давай десятки сделаем. Десятки, хорошо. Да. О. Джастис нам дает стеклянную. Ну, давай сразу десятку стеклянную сделаем. Угу. И каменную, каменную, каменную. Ну, а. Ну. Что каменная, что стеклянная. Без разницы, да? Вроде никакой. А, ну. Нет, стеклянную, наверное, лучше, да? Пускай будут две десятки стеклянные. Вот. Али он создаст. А он создаст карту. Окей, я ее сейчас применить не смогу. Ну, ладно. Ну, ладно. О. Жетон негативного джокера. Представь. Представь, если мы... О. Окей. Негативный редкий джокер. Но нам нужно будет 12 тысяч. Выбить. Можем сейчас негативного редкого джокера в лавке сделать. Но нам нужно будет два боя пропустить. Ну, надо попытаться. Босс, прочитай. Метка. Все карты с лицом тянутся рубашкой вверх. Ну, неприятно, но не смертельно. Давай. Давай делать. Мы сейчас много пожертвовали прокачки брюк и вампира. Но, блин, надо делать. Надо рисковать. Все карты с лицом тянутся рубашкой вверх. А я предположу, что мы вытащили много карт с лицом. Потому что у меня все карты считаются лицом. О-оу. Ну, что ж. Блин. Я не подумал об этом. Ну, слушай, давай это. Слева туз. Слева туз, говорят. Но только один, да? Давай вот эти вот скинем. Сыграем вот это. Я верю. Два туза. Шесть тысяч двух тузов. Окей. По-моему, это пара королей или что-то такое. Пара десяток. Получится. По-моему, получится. Вампир уже Х2. Есть. Ноль проблем. Ну, штаны не качнулись. Ну, в смысле... Как? Семья. Фольгированная семья. Но фольгированная, она не негативная. Ааа, не получилось. Х4 множитель, если в сыгранной руке есть каре. Каре это четыре одинаковые карты. У нас десяток много. Типа. Каре не подходит. Ну, конечно, х4 множитель, это очень сильно. Вот негативный. Сыгранные карты с мастью бубны дают один доллар при подсчете. Мы бубен немножко поудаляли, но он негативный, надо брать. Роль медаса. Что, негативный не будем брать? Давай брать негативный то это. Он окупится быстро, нет? Это 12 рублей стоит. Заточка, фольгированные голографические полихромные карты появляются чаще. Или нам очень важно сейчас ролить. Мы так много потратили на вот это вот все. А окупится ли он? Ну, ладно, давай. Минусов действительно нет. Ну, карты Таро нужны для вампира. Каменная, стеклянная. Давай стеклянную. За 12 бубен окупится. Ну, да, получается. Но от семьи, видимо, отказываемся. Перемести его левее. А смысл? Нужно искать нам Джокера. Все, больше кандалы. Босс на минус один размер руки не боимся. Шестерки. Ищем наши улучшенные карты для вампира. Пыра. Есть. Сколько у нас еще улучшенных там? Есть еще король. Есть каменная карта. Мы каменную карту так и не вытащили. Ну, и мы хотим в Буби играть в теории, да? Про пирата забыл? А, да, вы правы. Окей. Да-да-да-да-да. Да-да-да, пират-пират. Я забыл, да. Буби, 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 буби. Ну, что, рискуем тогда? Играем в Буби? Нет. Стрит. Нам стрит не нужен. Нам две пары лучше. Эй, ну мы тратим деньги, скидывая. Тоже как-то. Фигня. Каждый сброс минус один доллар тоже. Обах. Восемнадцать тысяч. Вампир красавчик. Уже качнулся. Голографический бродяга. Бродяга очень хочет в колоду. Прямо, прям вообще. Так, бродяга, подожди. Погоди. Попридержи лошадей. Дурак. О, две карты с множителем. Делаем давай на... Даму вольта. Бестандартный пак. Мне кажется, нам надо рулить магазин. Мне кажется, надо крутить рулетку. Тут есть еще хитрый Джокер на пару. Ну, наверное, нет. Флэш. Всплеск. Всплеск не нужен, да? Бери ваучер. Ну, давай возьмем ваучер. Ладно. Давай. Спектральный набор. О. В спектральном наборе. Есть. Удалить все карты и скопировать вампира. Такой вабанг. Хо-хо-хо. Ну, блин, мне кажется, в магазин нужно захар... Надо ролить на Мидаса. Но если мы хотим копировать вампира, то нужно сначала его скопировать. А потом уже ролить на Мидаса. Давай. Повезет. Я верю. Хо-хо. Хо-хо. Вампировано фишки заменить на множитель. Ну, что-то я, кстати, не уверен, что нам надо нужно. Насчет двух вампиров прокачиваться будет только тот, что слева. Первый снимет, тот и качается. А-а-а. Окей. Ну, давай тогда красную печать на... На что? На королях? Давай на королях красную печать поставим. Случайному Джокеру? Ну, в этом случае ты продаешь всех Джокеров, оставляешь одного. Она была на Бубю сделана. Ну, ладно. Стрит. Может сыграть Стрит? А? Давай сыграем Стрит. Он такой слабый, непрокаченный вообще. Вампира бы качать. Ладно, давай сыграем Стрит просто для денег. Тут Пубя есть одна. 14 тысяч. Мелочевка. О, нужны вальты, короли еще. Туза, кстати, давай сбросим. Сейчас нам нужны вальты, короли. Еще надо не проиграть, но... Я не думаю, что мы тут проигрываем. Вот так вот пара хорошо. Тут и вампир покушает. Ну, король останется. Ну, ладно. Давай вот так. Вампир сейчас хорошо покушает. Э, вампир, не доел. Доедай. Ну. Надгрыз. Надкусил и оставил. Может, только один апгрейд снять, видишь. Не снял этот. Альгирование. Сверхновая. Добавляет количество раз, когда покерная комбинация была сыграна к множителю. Нам не подходит, мне кажется, этот на Тузов ученый. Этот на Трефы. Он есть улучшение, а фольга это выпуск. Да? Ваучер. Стартовый капитал. Повышает максимум получаемых бонусов, набираемых за раунд до 10. Очень актуально с нашей колодой. Прям вообще. Окей, карты второй я беру для прокачки в ампах. Две карты с множителем. Для нас идеально. Хотя 20 долларов, то 20 долларов. Может 20 возьмем, да и поищем бимбу все-таки. Фортуна. Давай 20. Вампира надо качать, но еще важнее для него найти комбу. Сыгранные карты с лицом дают плюс 30 фишек. Ну да, у нас все карты карты с лицом. Галлюцинация есть. Покупай ваучер. Ваучер не будет работать. У нас колода проценты не дает. Минус штаны. Думаешь, что это будет лучше? Лицо вместо пирата? Пират не нужен. Пират фольгированный. Нет? Он сам дает 50 фишек и 13 множителя. Яйцо к пирату? Ну, у нас не влезает никак. Лицо будет 150 фишек. 4. Ну, может быть. Пират еще 13 множителя дает. Он пират сильнее. По-моему, пират лучше. Дурацкий джокер. Плюс 12 множителя, если в руке есть сет. Плюс негативный. Не, ну это-то... Ну, негативного точно будем брать. Еще и пирата усилили. Круто. Так, ну и две пары, видимо, мы качаем. Нам надо фулл хаус стараться собирать. Давай тогда, поскольку у нас еще 12 множителей с фулл хаусом. Так, ну... Здесь чуть по-другому, потому что у нас тут, видишь, две пары, которые надо отдать. А-а-а-а, вампир же не ест фольгу. Кто же мне? Какой? Я фольгу не ем. Ну, я неправильно сыграл. Надо было больше бубей разыграть. Эх, ошибка, ошибка. Я что-то тут тупанул. Космонавт какой-то, новый. Имеет 1 к 4, шанс 1 к 4, что повысит уровень играемой покерной комбинации. Круто было бы. Ну, уже поздновато, наверное, да? Надо было, наверное, пораньше такое дело. Давай искать имгу. Удваивает вероятность всех способностей с шансом. Ух. Это к визитке. 100% 2 доллара за каждую сыгранную карту. В среднем даст по 1 доллару за карту. Вопрос, вместо чего? Вместо штанов. Штаны качаются. Там 24 множителя. Да, куда кубик, непонятно. А билда на лаки карты у нас, в принципе, нет. Они слабо качаются. Ну, нормально, 24 множитель. Чё слабо-то? Головореза, если отдать. Ну, давай. Он, как бы, купиться должен довольно быстро. Надеюсь, что не ошибка. Случайный джокер. Пики, множители, золотая карта, стеклянная. Окей, нам нужны множители. Давай, наверное, вот так. И стеклянная карта вот так. Фольгированная красная карточка. Каждый король, удерживаемый в руке, даёт x1,5 множитель. При выборе блайнда добавляет каменную карту в колоду. Каменные карты. Ну, каменные карты вампира кормят. Но они нам будут бесконечно растить колоду, да? Ну, это, типа, вариант для прокачки вампира, но очень медленный. Ну, короли. Чё, короли? Королей у нас мало. Давай искать. Флэш. Стрит. Стальная карта. Ну, стальную тоже надо брать для вампира. Ну, видимо, идём играть раунды. Повышает уровень стрит флэша. Не, не надо. Не надо нам таких. Стрит. Слушай, стрит на бубях сыграть, просто чтобы этого. Вот этот стрит сыграть, просто для того, чтобы получить с бубей и денег, да? Давай сыграем. Тут три буби. Нормально будет. О, денежку рубим. А вот такие, кстати, руки выгодно играть, получается, да? Теоретически. Например, так, 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 так. Так. Ещё один стрит. Тут бубей нет, но тут есть две карты для вампира. И плюс деньги от лиц. Гарантированно получаем по два доллара за каждую сыгранную руку. Нам затягивать, в принципе, выгодно. Ну, пока не проиграли. В том, когда проиграем, уже будет невыгодно. Слушай, ты, кстати, король, срабатывает два раза с красной печатью. Слушай, сыграть его, да и всё. Старшую карту, да? Это будет четыре отсюда и два отсюда. Вот так вот. Да, все деньги. Красивая. И у нас ещё остаётся две руки. Но выгоднее всего вот так, девятки-десятки. Да? Да. Здесь ещё две буби будут. Надо было в фулл хаос играть. Ай, не заметил десятку. Ну ладно. Варлок, у тебя кубик не работает. Вампир съедает стекло и счастье сразу же. Кубик не для стекла. Деньги есть. Так, деньги есть. Ну и карты Таро надо закупать для вамп. Вампир уже сколько получает? Двести сорок процентов добавляет. Хорошо. Красавчик, красавчик вампир. Вообще. Так. Давай лаки. Лаки даму. Стеклянную даму тоже. Для красоты. Ваучер класс. А у нас колода, которая не даёт бонусы. Зелёная колода у нас ваучер не работает. О, две бонусные карты. Вообще кайф. Давай вот так. На тузов. Ну и давай искать Джокера. Император. Императора куплю. Перезапускает все сыгранные карты в последние руки. Раунда нет. Автобусный тур идёт в баню. Космонавт. 50 процентов шанс повысить уровень играемой комбинации у космонавта будет с кубиком. Ну вообще-то мы сильные. Можно взять космонавта, брю, штаны продать. Последние. У нас получится куча экономики. И... Чего? Куча экономики и вампир. И всё. Поздно космонавта. Мне тоже кажется, что типа уже... Куча экономики и без урона. Да. Все карты с мастью черви ослаблены. Окей. Против нас античерви. Боимся мы античервей. Да мы можем сбрасывать, в принципе. Да? Чего нам бояться? Сейчас бубей вытащим. И всё. Сыграем буби. А у меня император. О! Денежка. Давай. Дрефы. Ну, если вдруг всё будет плохо, можно вот тут треф сыграть. Так, чё-то я тут... Подождаем. 40 тысяч надо вообще-то. Остался один сброс. Не перебодрился ли я? Давай без бубей. О. Так. Десятки вольты. Нормально. Должно быть норм. Тысяч, тысяч, тысяч... Девятнадцать. Не норм. А чё это я... А чё это я... Перебодрился? Пожадничал, да? Видимо, да. Сбросов-то нет. Играть буби вместо сбросов. Флэш. Позделать три карты трефа и сыграть флэш. Зачем ты сбрасывал, когда можно было парой играть? А я думал, что мы его ваншотнем. Псс. Окей, знаешь что? Дамы-короли. Да, дамы-короли тузы. Ну, надо... Короля, наверное, надо вот так вот сейчас сыграть. Старшую карту. Получается фигнища. Но мы хотя бы это. О. О. Всё. Должно быть нормально. Так, 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 так. Две пары. А две карты ослаблены, но... А вот так вот, да? У нас ещё две руки. 19 тысяч есть. Получилось. Ух, ничего. Не боимся ничего. Букваят, привет. Подсел на ваше видео на ютубе Баба Латра. Спасибо, что выкладываете видео. Пожалуйста, рад помочь. Рад, что тебе нравится. Мне тоже игра очень нравится. Ну, говорите, самоуверенность. 72 бакса, кстати. Шкатулки, не знаю откуда. О, две пары. Качай две пары. Надо искать. Надо искать этого. Негативный поднятый кулак. Добавляет удвоенное достоинство наименьшей карты, удерживаемой в руке к множителю. Ну, нет смысла не брать. Опять же, негативный. Дурак даст нам уран. Комедия перезапускает все сыгранные карты с лицом. Ай, так. Куда ее? Вместо штанов. Штаны плюс 30. Вы думаете, она будет лучше, чем плюс 30? Вместо кубика, да? Она делает то же самое, что кубик. Но... Еще и дает нам очки. Да, 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 да. Окей. Я думаю, это логично. Так. Дурака... Надо пока просто купить. Там посмотрим. Ой, это что такое? Джокер смерти. Предотвращает смерть, если набрано как минимум 25% от необходимых фишек, затем самоуничтожается. Прикольно. Каскадер плюс 300 фишек, минус 2 к размеру руки. Но это не то, что мы ищем. Так, это бесплатные деньги. Люблю деньги покупать. Особенно по скидке. Коллекционная карточка. Если в первом сбросе раунда одна карта уничтожает ее и дает 3 доллара. Пистить колоду. Всплеск. Фотография. Первая сыгранная карта с лицом дает x2 множитель при подсчете. Ну, это все не то. Все не то. А, дурака, кстати, на деньги сыграть, вы правы. Ну, давай стандартный пак купим. И возьмем... Какая-то голографическая карта. Ну, давай. Счастливый котик. Ну, счастливый котик, мы знаем его. Мы знаем на него билд. Но уже поздно. Уже поздно. Так, пошли дальше играть. Набор, бесплатный набор шута нам невыгодный. Нам лучше магазин покрутить. Так, короли, дамы. Три восьмерки есть для фулл хауса. Прокачка вампира важна, да? 35 тысяч мы, я думаю, наберем отлично. И восьмерки тогда сбрасываем, что ли? Типа ничего не боимся, да? Рисковые мы, ребята. Ну, я рисковый ребенок. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет. Так, так. Ну, например, так, так. Да, мы пока оставим. Играй слабые руки с большим количеством карт. Например, вот так, да? Сет. Играть. Чтоб денег просто получить. Фулл хаус. Ну, фулл хаус мы сразу, наверное, выиграем. Ай, я, блин, сетом выиграл. Ой. Упс. Плюс один сброс. Какой-то Джокер, Жонглер, видимо. Веселый Джокер дает множители, если есть пара, стрит, планеты в лавке. Я не хотел там выигрывать. Счастливая карта. 29 долларов за Джокеров. Две карты множители. Мне кажется, надо брать деньги и сейчас в магазине всеми силами искать золотого Джокера. Фольгированный турист. Синий Джокер. Плюс две фишки за оставшуюся карту в колоде. Создает карту планеты, если в сыгранной руке есть два или больше восьмерок. Я с собой эту луну таскаю. Не, ну турист тоже поздно уже, он не прокачается. Игральные карты? Нет, давай поищем еще. Стрит, скидка на пересылку, черви. Башня, башню берем. Джокер на плюс 30 фишек с лица. С перезапуском лиц, кстати, 30 фишек прям хорошо смотрится. Проблема в том, что если мы сейчас продадим штаны, чтобы взять вот это, ну нам нечего будет умножать вампирам. Визитку продать? А деньги мы как будем зарабатывать? Орден. Множители слезть в стрит. Блайнда уничтожает Джокера справа. Возврат. Седьмой анты, уже скоро конец. Но мы еще кучу денег успеем заработать. Подожди. Так, смотри, вот так. Так, так, так. Ай, башню надо было. Ну что ж, таки мага надо было. Да ну, блин. Так, окей, может не набьем 50 тысяч? Может не набьем, а? Давай не набьем. 62! Руина! О, дурак. Дурака на деньги и будем сейчас крутить на все. Так, но сначала давай этот, давай, сосредоточься. Так. И каменную сделаем, например, пятерку. Хотя не надо было, наверное. Ай, черт, надо было деньги с дурака брать. Ну, не то, чтобы сильно заруйнил. Это будет все равно. Окей, давай императора тогда. О, тут бонусные карты. Нормально все, все нормально. Лутон. Смерть. Левую карту в правую превращает. Окей, может тебя продать. Взять тебя. Сет. Король. Песак дел. Ну, все, мы все деньги сливаем. Ну, пасть. Необходимо играть одинаковую покерную комбинацию. Окей. Здесь надо очень аккуратно, чтобы не проиграть. Так, левую карту в правую карту. Левую в правую. Мы хотим превратить... Ну, двойку в... Голографического короля. Вроде хорошо, да? Или в такого туза. Ну, голографического короля просто, потому что 10 множителей. Хорошо. Туза с печатью. О, окей. Ну, давай туза с печатью. В левую, в правую. Туза с печатью. И улучшить две карты до бонусных. Мы сможем вот так три туза сыграть. И сделать бонусную, например, вот этого туза и вот эту даму, да? И сейчас сыграть вот так три туза и две дамы, да? И под вампира. Вообще хорошо. Булл Хаус. Бабах! Вампир все скушал? Сейчас как набьем тут? Да не, 70 тысяч должны выбивать. У нас же тут повтор лиц. 82 тысячи. Бабах! Ну, я тоже не стал рисковать, да? Флэш. Черви. Ваучер. Просто на скидку. Ну, нет смысла не брать, да? Лица. Если первая рука... Школьная доска. Экстрим. Ножделись. Все удерживаемые карты. Пики или трефы. Ну, нам это не замутить. Пустое чувство. Если первая рука раунда, одиночная шестерка уничтожает ее, создает спектральную. А у нас шестерок-то уже и нет. А нет, есть четыре штуки. А, много в мороке. Скинь визитку. Подожди, ребят. Давай. Рамен. Х2 множитель теряет множитель за каждую сброшенную карту. Две пары. Нам нет смысла пока что сбрасывать визитку. Давай играть, блайнты. Скипнул жуткое лицо. Ну, да. Нам надо другого Джокера найти, который золотой. Мы будем богаты, Джонни. Мы будем так богаты. Окей. Попробуем сейчас заработать много денег, да? Нет. Попробуем сейчас кучу денег заработать на бубях. Флэш на бубях. Вот. Вот, вот, вот. Я просто хочу нам много денег через буби сделать. У нас же грубый самоцвет. Бах, бах, бах. Так, сейчас перезапуск еще будет. Ууу, так много денег. 37 тысяч. Нормально. И теперь тузы. А, короля бы. Короли, короли есть еще. Короли есть. Давай попробуем короля еще. Это еще дама нормально. Короля бы. Сбросов больше нет. Ну, тогда, тогда вот так вот. Тузы, дамы и каменную карту. Это для вампира. Здесь две карточки будут. Туз треф с красной печатью нам денежку даст. Пятерку я зачем сыграл? А, она была каменной. О, деньги. 95 денег. Ну что? Сейчас найдем? Еще деньги. Уууу. Давай еще деньги. 111 денег. Сейчас еще деньги. Варлок? Что варлок? Еще деньги. Денег давай. У нас все деньги есть. Бабах. Башню купить. Жуткое лицо. Фольгированное лицо. Окей. Если я не возьму фольгированное лицо, меня, наверное, чат сейчас просто вынесет. В окно. Окей. Давай, я продам визитку. Возьму фольгированное лицо. Э. Ваунчер какой-то открыли. При выборе blind dead плюс 3 количество играемых рук отнимает все сбросы. Я взял лицо. Все хорошо. Не то. Давай. У нас еще есть шанс. У нас есть шанс. Окей. Надо играть. Нам ничего не надо? Как нам ничего не надо? Нам нужен золотой джокер. Ничего не надо, говорят. Надо Буби и сыграть еще. Буби хотя бы деньги приносит. У нас теперь денег нет. Вот что это такое? Как мы без денег жить будем? Я не знаю. Играю в Бубю. А, она не сыгралась. Как? Я не хотел выигрывать там. Слишком сильная комбо. Предсказатель. Плюс один множитель за каждую использованную карту Таро. Как? Все фигня. Испортили все мои... Сейчас я куплю планеты. Предсказатель сильнее штанов? Сейчас посмотрим. Плюс 36. Нет, штаны сильнее. Здесь 33, здесь 36. Ну, если мы дальше будем играть, конечно, что-нибудь... Ну... Предсказатель в теории будет сильнее, если не мы... Все, рулим. Рулим. Сейчас найдем имбу. Мим. Перезапускает удерживаемые карты. Опять предсказатель. Где мой золотой джокер? Сыгранные карты с лицом дают плюс 4 множитель. Это лучше, чем... Это лучше должно быть, да? Чем штаны. 4 на 4 это будет 16. Но он умножается на 2. Потому что все карты с лицом разыгрываются 2 раза. И еще с красными. Окей, это будет лучше штанов. По идее. Чат, джокера, медасы нет. А! Переворачивает и тасует всех джокеров. О, нет! Подожди. А пофиг. Не боимся. Ничего не боимся. Сейчас, сейчас разберемся. Я думаю, мы сейчас в фулл хаос сыграем. Вот на королях и десятках. И все. Хана ему. Да? Значит, у нас бросов нет. Окей. Тузов не надо было сбрасывать, да? Подожди, сколько у меня дам? Три. Королей? Четыре. Играешь на вату за и все? Играй каменную и найди вампира. А-а-а. Идея. А, вон вампир. Он в самом начале. Прямо на лету его перетаскиваем. Вах, 55 тысяч. Ну, наверное, затащим, да? И... Давай стеклянную десятку. По идее, нам вообще пофиг, да? Хватит сета. 180 тысяч. Ну, победа. Открыли новую колоду. Похоже, это был не блеф. Похоже, не блеф. Слушай, красивая победа. Имбу не собрали. Поэтому в бесконечный режим, наверное, бесполезно идти. Ну, сейчас я крутану на все деньги. Если найдем сейчас золотую, можно пойти в бесконечный. Если не найдем, но нам не вкачать вампира на бесконечный. Если Мидаса найдем. Что это такое? X3 множители, если в колоде 16 или больше улучшенных карт. Сейчас одна. Это антивампир, да? Полихромная фотография. Где же ты раньше-то была? Ну, нет, видишь. Вот не везет сегодня. Не получилось. Ну, все. Не получилось. Ну, ладно. Ну, не будем идти в бесконечный режим играть. Ну, давай попробуем негативного Джокера. Вот сейчас в следующий. Вот один бой сыграем. И может быть это... Давай один бой сыграем. Вот сейчас в Хаус сыграю. И... Смотрим. Расставь Джокеров. А... А у нас такие Джокеры, что без разницы, где они стоят. Только вампир, главное, чтобы в конце было и все. Все остальные работают так. Денег не хватит на негативного. А, ну мы же экономику всю продали, да? Ну, да. Ну, посмотри. А вдруг хватит? Вдруг хватит. И вдруг этот негативный будет золотой? Мало ли. Денег хватит. А, это который добавляет каменные карты. Нет, это не негативный. Это обычный, подожди. Это полихромный. Не тот. Оп. Коллекционная карточка негативная на удаление. Окей. Ну, вообще, кстати, негативная коллекционная карточка. Классно. Смешно. Скопировать можно вампира. Бабах. Бабах. Э, а чё? Бабах. Не получается. Чё надо удалить-то? А чё она не даёт мне? Не разрешает? Лянха нужно место? Ох, нет. Окей, всё. Сломал. Сломал! Убил! Зарунил! Новый ваучер открыли. Заброшенная колода. Без карт с лицом в начале партии. Чего? Цифровая колода? ПОДПИСЫВАЮЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩА